вот уважаемые друзья вернулся из леса вторую корзиночку набрал первая была с горкой это без горки но впервые я позволил себе добавить немножко подосиновиков молодых а здесь только белая и только с белым мхом добрый день друзья сегодня 25 августа решил вновь выбраться в лес посмотреть грибочков вот со мной как всегда мой верный четвероногий друг бес вот тут сразу на краю дорожки вот смотрите я вижу белые грибочки старенькие правда это грибочки уже вот один вот там 2 но все равно сейчас мы их посмотрим и будем искать дальше да они конечно слишком старые эти мух уже желтый повесили веточки пусть сохнут вдруг белочка ими полакомиться вот так мы их повесим а вон и молодой стоит беленький сейчас мы его посмотрим червячки его не пощадили тоже чувствуется вот он только с краешку так хорошенький плотненький смотреть дальше так буквально сразу на краю леса уже первый первый грибок этот грибок Бес не может Набегаться Вырвался на цепи сидеть Скучно Вырвался на свободу Носится как угорелый Вот сыроежка Волнушка Разнообразные грибочки Серушка тут же Значит начинают Потихонечку грибочки расти Где-то в западных районах Уже пик прошел В Вологодской области Вот у нас Пока еще Особого роста не было По чуть-чуть По чуть-чуть Мухомор вон стоит Я не беру волнушку-серушку Потому что я Приехал За жаренинкой Вот я вижу еще Целое семейство Да вот В этом семействе Есть Уже старые грибы Белые Вот я вижу Молодой Вот такой красавец Вот такой красавчик С краешку Ножка была Повреждена Червячками Дальше вроде чисто А знаете Вот Уже Желтым мхом Я опять же Повешу Тоже крупный Большой Тоже повесим И сохнут Да Молодых-то То есть какой-то уже Всплеск был Видимо Получается Грибов Которые постарше Больше Чем молодых Три старых Один молодой Два старых Один молодой Вот запоздал Видимо я Слегка Зайду поглубже Посмотрю Что тут Вот тоже Старые Белые Стоят Без их Обнюхал Не понял Для чего Они тут растут Да Ну и сейчас Повесим Интересно Они червивые Да Интересно Что вот Они червивыми Не были Даже Странно Да Повесим Их сюда Пусть Вдруг пригодятся Кому-то из животных Зимой Вот Два старых Стоят А молодого Вообще Ни одного Не вижу Здесь Рядышком Ну Возможно Вот грибница Когда выкидывают Плодовые Тела Если они Созревают Она Может быть И не видит Смысла Выкидывать Следующее Как бы Решен Вопрос Продолжения Рода Поэтому Там Где грибы Выбирают Растут Новые Вот Воловик Кубари Я вижу Ну Тоже так Единичные Экземпляры Немного Гриба Немного Совсем Сыроежки Мухоморы Мухоморы Молодцы Да Вон Вижу Подосиновик На коже Довольно Большой Да Надо было На недельку Раньше Приехать Ну Тоже Знал Вон Подосиновик Поменьше Помоложе Посмотрим Его Посмотрим Ну Вроде Как Чистенький Грязь Поуберем И В корзинку Его Положим Одиночные Почему-то Вот Вижу Еще Беленький Стоит Молоденький Одиночный Почему-то А нет Вон там Есть Еще Он Большой Жуки Жуки Его Съели Ножки Практически Ничего Не оставили Выгрызли Выгрызли Жуки Причем Не червяки Это подосиновики Большие Старые Подосиновики Большие Так А здесь Здесь наверное Беленькие 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 Такие вот небольшие Большой Подосиновики Тут целое семейство Подосиновиков Вот они Видите Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Один Можно Посмотреть Более Менее Помоложе Ну И тот Червивый О Весь Червивый Все Все Большие Все Большие Минты Пачкой Прямо Растут Вот Жуки Съедают Белые Ножки Белых Грибов Причем Съедают Напрочь Я Сначала Не мог Понять Кто Так Съедает А вот Однажды Когда Подошел Грибу Срезал Его Там В ножке Сидит Этот Жук Его Стрижет Совсем Мягонькая Шляпка Белого Гриба Сейчас Перейду На ту сторону Зимника Там Места Поинтересней Ох Никак Набегаться Не может Носится Как угорелый Подосиновик На самом Краю Дороги Достаточно Молодой Чистый Вот видите Подосиновик Прямо На дороге Не любят Уплотнения Приехал я Довольно Поздно Везде Уже Стоят Машины Грибники Давно В лесу У меня Еще Были Дела Поэтому Я Подзапоздал Но Вот Здесь Похоже Никто Еще Не был В основном Легковые Машины Стоят У меня Все Таки Уазик Я Проехал Подальше И тут Похоже Вообще Никто Не был Старые Белые Грибы Переростки Молодыми Грибами Конечно Напряг Странно Хотя Вроде Сейчас Дожечки Перепадают Периодически Вроде Гриб Должен Расти И расти Но Такого Наплыва Молодых Грибов Я Вообще Не вижу Березовик Да Подберезовик Вон тут Опять Белый Гриб Старый Очень Старый Подосиновики Стоят В том числе И молоденькие Есть Сейчас Мы их Посмотрим Вот Такое Семейство Пять Штучек Есть Никак не может Понять Что Хозяин Делает Думаю Это Даже Невкусно Че Он их Собирает Красавец Так И Тоже Старый Не старый Но Уже Очень Большой Сейчас Посмотрим Нет Ножка Еще Не сильно Тверда Хорошая Такая Шляпку То мы в любом случае повесим девочка мало час посмотрим ножку немножко чисто шляпка конечно тверда плотно она все-таки я такие обычно не беру повешу ее сушиться девочка сейчас обойдем с той стороны еще два подосиновика молодых толстоногие еще один правда тонкомогий какой-то они толстоногий а вон там еще один два три ух ты тут с подосиновиками хорошо он еще и белый я тут прошел вы посмотрите внутри все-таки пошел и пошел он немного раньше чем я думал посмотрим молоденький который как он себя тут чувствует по поводу червячков эти чистый большого мы просто повесим хотя он тоже плотный корзинку определим а это повесим на елочку видите как его червячки не пощадили эти ножка вся съедена шляпка как бы целиковая была но он все-таки старый мы такие если бы не берем так ладно давай подосиновичка будем брать тогда еще молоденькие совсем так без без ты мне мешаешь чернота видите как интересно шляпка чистая а ножка шляпки червивая это чистая мухоморы кругом мухоморы чада маленькая висит на березке я обычно не беру себе домой чаку которая висит низко я стараюсь брать которая висит на высоте хотя бы 4 метра над землей вот уважаемые друзья вернулся из леса вторую корзиночку набрал первая была с горкой это без горки но в первой я позволил себе добавить немножко подосиновиков молодых а здесь только белые и только с белым мхом ну наверно на сегодня хватит пора наверное ехать домой бес он бегает не набегался ну ладно всего доброго а теряй person